В первых, я прошу прощения, что вот таким образом оказывается, я сижу здесь, вы сидите там, вполне понимаю, что надо бы наоборот. Но есть ли уже такова воля тех, которые устанавливают подобного рода порядок, то ну что делать? От меня какой может быть прок? Возможно, никакого прока, но, возможно, и другое. Ведь есть много вопросов, которые мы должны были бы все с вами обсудить совместно. Мы, мне кажется, часто забываем одно из положений символа веры о соборности нашей Церкви. Мы как-то часто привыкаем, всё сверху вниз даётся – инструкция или указание, или благословение, и всё. А обратная связь иногда просто отсутствует. И я понимаю, что подчинённым людям трудно, иногда бывает, налаживать эту обратную связь. В данном случае я понимаю некую мудрость вашего руководства, что меня-то бояться нечего, и мне-то можно задать всё, что угодно, и возразить можно как угодно. И я призываю это делать. Почему я мог бы оказаться здесь? Ну, потому что я занимаюсь всё-таки, постоянно учусь. Вам некогда очень многими вопросами просто заниматься. Ну, некогда! Вы бы с удовольствием, может быть, занялись. Некогда! Некогда что-то читать, некогда смотреть, некогда готовиться. Вы же прекрасно знаете римское изречение «доцэндо дисцэмус» – «только уча учимся!» Только когда начинаешь, когда надо учить – «ой, давай смотреть!» Вот. И каждый из нас знает то, чего не знает другой. Поэтому в данном случае, если уже волею судеб оказалось так, что я оказался перед вами, так, то, мне кажется, будет разумно и праведно, если сейчас мы с вами можем именно обсудить вопросы, вопросы, которые мы можем именно обсудить на предмет их возможного решения. Не просто так поговорить. Говорить можно о чём угодно. Прозасловить можно сколько угодно. А именно рассмотреть вопросы, которые требуют действительного решения. Потому что таких вопросов достаточно много. Вот, когда это вчера, по-моему, я встречался вечером, там много было народу, да, и часто этот вопрос возник о соборовании. О соборовании, да. Как нужно часто, в каком случае, почему и так далее. Да, тем более ссылаются на ту практику, которая расходится всё, так сказать, шире и шире расходится. Давай, неважно, все мы больны. Все больны. Давай. Да, я говорю, правильно, правильно. Таблеточку прописали? Да что там таблетку? Сразу давай горсть выпей, да и всё, и нечего. Давай соборайся каждую неделю или каждый месяц. Да, говорю, мы совершенно подчас не хотим думать или даже сознательно отказываемся, что апостол Илаков пишет, болит ли кто в вас, болеет ли, да призовёт, призовёт. А вдруг не призовёт? Да призовёт. Ноль внимания. И идут все, идут все. Ну и каждый, каждый, давай, сколько там у вас-то, не знаю, на соборовании. Там у нас, там в Москве, в Лавре, ой-ой-ой, там и сто, и двести, и триста, и пятьсот. Представляете? Сотни человек. Ура! А тут начинают своим апостолам ещё тоже. Да, болит ли кто в вас? Болит, и ещё не позовёт. Или позовёт раз в год, два. Вот вопрос практический. Священники – это руководители своего прихода. Руководители. И вот они, значит, приглашают. Что? Что? Как мы должны относиться? Думаю, действительно, кажется, все больны. Действительно, кажется, надо бы всем нам стремиться к тому. А забыли самое главное. Самое главное забыли. Две вещи. Первое. Причащаем как? Во исцелении души и тела. И более высокого таинства не существует в церкви, чем Евхаристия. Нет более высокого. Спрашивайте, а зачем тогда соборование? Кажется, тогда не надо. А в чём дело? Оказывается, когда человек действительно находится в очень болезненном состоянии, когда он требует усиленных молитв, тогда да призовёт пресвитеры даже, даже ни одного, вы знаете, была практика, даже семь человек приходило, почему там семикратное помазание. Так? Посмотрите, то есть, когда требуются усиленные молитвы, вот, оказывается, о чём идёт речь. И тогда, пожалуйста, это оправдано. Уже больной человек, к нему приходит, совершает усиленные молитвы, помоги ему, Бог, этому человеку, страдающему, помоги, Бог, ему! А во что превращается соборание? Ну, на всякий случай. Мы все больны. И что ты, апостол Иаков? Апостол Иаков. И уже никакого для нас авторитета не имеет. И расходится это по Матушке Руси. И расходится. Идёт. Результат. Дерево узнаётся по плодам. Никаких исцелений. Потому что поступаем вопреки разуму, вопреки разуму поступаем, вопреки учения апостольского. Вот что происходит. И всё равно и ходят, и ходят. Вот, пожалуйста, вам практический вопрос. Практический. Или другой практический вопрос. Тебе поем. Литургия. Высшая. Всё. Вершина богослужения. И в храме все стоят, как свечечки. Им даже никто не скажет, что даже священник делает в это время земной поклон. А вы что стоите? Стоят. Кто виноват? Святая святым все падают. Когда это возраст предупреждения. Вы готовитесь к причастию, да? Так учтите, святая – это святым. Хоть эти последние мгновения-то покайтесь перед Богом. Очистите свою совесть. Но требуются, видимо, некоторые вещи, просто необходимо как-то на память себе, видимо, привести, как-то осмыслить и каким-то образом это внедрять в практику наших верующих. Потому что в противном случае вы знаете, что может происходить. Знаете? Знаете. Все религии, все деградируют, как только перестают держать руку на пульсе. Посмотрите, что с западным христианством произошло. До чего дошло? Католицизм, протестантизм. Заслуги перед Богом! Да какого? Это, я вам скажу, это ересь, которая хуже всех, любой ереси. Потому что нет ничего худшего перед Богом, нет ничего худшего для спасения человека, как это подумать, что у меня, слава тебе, Господи, заслуги! Когда Макарий Великий говорит, Николи же, никогда же сотворих благое пред тобою, а здесь заслуги! И это же догматизировано, вы понимаете? А протестанты правильно сделали! Правильно сделали! В чём правильно? Заслуги, которые принёс Христос достаточно на все грехи, а не только на какой-нибудь там первородный грех. Поэтому Христос спасает всех верующих, как? Заслугами Христа! Всё! Всё! Ничего не надо! Никаких не нужно ни подвигов, ни добрых дел, ничего! Верую – всё! Заслуг Христа хватает! Заслуги! Это какое-то уродство! Уродство только может дойти, чтобы придумать это, вопреки всему святоотеческому учению! Вот! А ведь эта идея, этот заслуг, она очень глубоко сидит. В чем? В нашей, в нашей, в общем, самомнительной природе. Чего-нибудь сделал? Слава тебе, Господи! Вот так! Как будто Богу что-то нужно! Да Богу вообще ничего от нас не нужно! Он – всесовершенное существо! Он не нуждается! Вот! И, пожалуйста, вот вам такие вот яркие примеры, которые свидетельствуют о том, что нет такой религии, которая не могла бы деградировать! Нет! и нет – совсем уже ужасно! И нет такой церкви, которая была абсолютно, абсолютно закрыта от возможного, от возможного искажения и деградации! Нет! Кстати, римская церковь была первой! Первой! По диптиху, по значимости, по влиянию, по авторитету! И что случилось? Знаем! Я к чему это говорю? Не нужно себя утешать, мы православные! Как только человек допустит эту мысль, это уже тяжелейший удар по православию! Любая церковь может деградировать, и в конечном счёте если исходить из того откровения Божия, откровения Божия, заявлено, во-первых, самим Христом, когда придёт Сын Человеческий, найдёт ли веру на земле? Хотя вер будет миллион, может быть! Найдёт ли веру на земле? Во-вторых, тот же откровение Иоанна Богослова в конечном счёте говорит о чём? Что Андрей Кисарийский как раз прямо объясняет, жена, облечённая, одетая в солнце, то есть, это церковь, которой не нашлось уже места в человечестве, улетела в пустыню, пустыня, то есть, уже не нашлось места. Вот, оказывается, какие вещи! Церкви то есть не останется, так потому и произойдёт кончина мира, только по этой причине, что будет то, о чём мы читаем ещё в Ветхом Завете. Помните беседу Авраама со старшим ангелом? А если пятьдесят праведников не уничтожишь, Господи! Нет, не уничтожу! А сорок пять и, наконец, десять не уничтожу! И отошёл ангел! Дело вот в чём, что от нас, то есть, от духовенства, от богословов зависит, не думайте, только вот мы говорим спасение, спасение как таковое вечное. Так, нет-нет, не будем думать, потому что я об этом очень хочу сказать. Зависит даже это, наше земное бытие зависит, потому что чем хуже будет церковь по своему духовному состоянию церковь, то есть, я говорю о совокупности верующих в данном случае, так, чем хуже, тем сильнее мы будем страдать и в чисто внешнем плане. И кто виноват будет? Сусанин. Если мы станем сусанинами и будем заводить свой народ совсем не туда, не к духовному очищению приводить, а к обряду верию, то тогда всё, тогда так же погибнем, как погибли и те города страшной смертью. Это обязательно это будет. Ведь почему мир погибнет-то? Неужели непонятно, почему мир погибнет? Что такое погибнет? Тело разлагается тогда, когда душа покидает тело. Так же и здесь, если не останется духа, всё, пройдёт погибель. Не только вечной жизни мы говорим, а речь об этой, об этой, нашей, земной. Нельзя же рассуждать, как какой там Людовик, я не помню, 14-й или 15-й, говорил, апрэну, апрэву, он говорит, лёд и люж, я предпочитаю ну говорить, после нас хоть потом, нам бы пробиться. И всё, и всё. Что же тогда это во что превратится? Вот так. Ну, это я просто так, знаете, для заквасочки, ну, что-нибудь, правда же, надо же о чём-то поговорить, чтобы пробудить наши, так сказать, идеи, мысли, может быть, вопросы, которые есть, которые надо обсудить. Обсудить надо вопросы. Давайте, если что-то есть, действительно, такое интересное, серьёзное, важное, только серьёзное и важное, что? Не то, в чём мы не можем ничего сделать, как, например, задают вопрос, а теперь расскажите, как прокомментировать вот происходящее событие с патриархом Варфоломеем там и это прочее. Посмотрим и увидим. А что вы хотите? Вы что-нибудь можете сделать? Нет, ничего не можем. Можете повлиять на решение? Нет, ничего не можем. А тогда что? А тогда что? Интересно! Ах, интересно! Ой, да, вот это всё понятно! Мы серьёзные люди! И поэтому, самое главное, это любопытно! И всё! Да, здесь ничего! Это просто в качестве я говорю такого примера. Но хочу сказать об одном, по-моему, чрезвычайно важном моменте, который куда-то исчезает из поля зрения. Вы знаете, какая беда происходит? Уже давным-давно я это узнал, я не знал. Я не знал, потому что всё было нормально. Я у Ивана Тимриевича Нинова нашёл это. Я удивился. А оказывается, никто не молится. кто читает молитвы, кто совершает богослужения, кто поёт молитвы, кто совершает определённые обряды, а молится? А кто молится, интересно? Вот это и... Вы знаете, я был потрясён. Я так вспомнил себя верно. Стою себе, и где меня только нет? И в Америке, и в Австралии, и в Антарктиде, и с кем только я не спорю, и кого-то, когда мы не встречаем, негодяи такие, а есть ничего. В общем, пока службочка идёт, так хорошо, вы знаете, ой, по всему миру побродишь там. Ну, с Богом не интересно же. С Богом. Ну, споют там, обругаешь хор, когда он гавкнет, так, что штукатурка летит, сбегаешь к ректору, владыка, да до каких же пор это будут только кричать, это как сумасшедшие. Да. Ну, в общем, вот так. Молиться? Вы что? Что значит молиться? Я читаю, а что вы ещё хотите? А что ещё вы хотите? Вот ужас-то, оказывается, совсем разучились, со всю молитву выбросили, заменили её чем? Обрядом внешним, обрядом молитвы. Вот это да! Меня поразило замечание святителя Феофана Затворника. Он пишет кому-то о необходимости молиться, не помню, за усопшего, по-моему, и предупреждает, и говорит, если вы не будете молиться сами, то учтите, никто не помолится. и дальше произносят ужасные слова священники протрещат молебен, а молиться им некогда. Вот это да! Чем отличается священник от жреца? Вы знаете, жрец совершает всё по форме, как положено, весь обряд и вечерний, и утренний литургию, а священник молится, а не просто совершает обряд. Это единственная разница, то есть, точнее, самая главная разница. Вот, понимаете, оказывается, почему говорят, что аж вот молимся, а никаких ничего не исполняется? На самом деле ничего никто не молится. Никто не молится, а если молится, только о чём? Только о земном. Что-то случилось, беда? О, тут помолимся. Тут да, тут в монастырям записки и куда угодно пойдём. Приходится постоянно вот говорить о том, возьмите диктофончик, подойдите к очереди хотя бы вот, который там, вот сейчас к Спиридону Тремифунскому одно за другим привозят эти мощи и народ. Возьмите, вы о чём молитесь, спросите все эти тысячи и миллионы людей. А о чём? Найдётся там человек, который молится отче, Спиридоне, ну, помоги мне от зависти избавиться. Скажи, что за чудак такой откуда явился? От зависти! Откуда ты свалился? С луны, что ли? Самое главное, что нас убивает, что нас от Бога буквально выбрасывает, что мы от себя от Бога просто отделяемся непроницаемой стеной. Это душевное состояние нашей души, это вне поля зрения только земные проблемы. Здоровье, семья, дела и так далее. Вы знаете, буквально прямо открытие. Вся суть религии, если коротко так сказать, в молитве. Вы же помните слова «сево» учились, и помните, даже я помню, что слово «религия» происходит от слова «связь». Если перевести с латинского «связь» или «воссоединение». Одним словом «соединение» связь – это связь за счёт чего осуществляются молитвы. Нет молитвы – нет религии. Нет молитвы – нет православия. Религии вообще никакой не может быть без молитвы. А вот эти молитвы, которые целиком и полностью только ориентируются на наших земных нуждах, извините, опаснейшая вещь, если мы не предупреждаем, что пишут святые. О! Как пишет Варсонофий Великий, как пишет Исаак Серин, как пишет Игнатий Бринчанинов, как они предупреждают, предупреждают один за другим буквально. Исаак Серин так прямо говорит, какова будет реакция царя, если вы придёте, пробьётесь к нему и попросите у него гноя. Ух, какие сильные образы! гноя! Молитесь, возлюбленные братья и сестры, чтобы нам жилось хорошо! Да? О! Наша религия приходится, знаете, на диалогах вот с католиками, с протестантами, сколько раз приходилось говорить им, вы знаете, какая ваша вера? Сказать вам? Они, ну, скажите! Сами ухмыляются, потому что знают меня. Я говорю, ваша вера какая? Ищите прежде всего, что есть, что пить, и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вы же, христиане, смеются и соглашаются. Вот они уже соглашаются, западные, потому что там Мамона победила всё! Всё! Обратите внимание, возьмите просто так и выпишите хотя бы название только всемирных христианских конференций, только название. Вы ахнете! экономика, политика, расизм, эксплуатация, транснациональные корпорации и так далее. Всё! Только об этом речь идёт! А что говорить о Боге? Он есть и всё, что ещё нужно. Полностью Мамона! Полностью! Иоанн Затаусор в четвёртом веке говорил «Вы, обращаясь к христианам, иудействующие христиане, ибо вас интересует только земное и больше ничего!» Но это святой! А хотите, приведу вам другой авторитет? Очень интересный, я думаю. Все услышите! Карла Марла, знаете такого? Карла Марла, ах, извините, Карл Маркс, извините, я неверно, я ошибся. Он прямо говорил, практический дух еврейства стал практическим духом христиан. Чёрным по белому молодец! Точно определил! Сам он еврей, сам он в молодости, кстати. О, вы знаете, у него у меня есть одна статья, как он писал о юноше, об образовании юноши, с каким он там благоговением, почтением и верою говорит о Христе! Так что он христианство знал! Ну, он же на Западе, на Западе там христианство проповедовалось, образование требовало знания, так что он знает, так что он это сказал не просто так от ветра головы, а прямо точно сказал, увидел практический дух еврейства стал практическим духом христиан. Точно! Но это, знаете, это католики и протестанты, еретики. Мы православные! вообще, я вам скажу, это ужасно! Ужасно! Молитва самое главное – это что и составляет сущность религии, что является религией, полностью исчезает из практической жизни христиан. Я не знаю, как, конечно, нужно проповедовать, наверное, всё-таки, проповедовать, говорить о необходимости молитвы. Но как проповедовать? Конечно, не так молитесь, возлюбленные во Христе. Это всё равно, что сказать, поднимайте тонну одной рукой. Игнатий Бринчанинов прямо указывает, как. И, может быть, это стоит, вот я делюсь с вами, может быть, стоит об этом говорить, говорить и говорить, чтобы это навязало у всех в сознании, что невозможно научиться молиться для того человека, который не начнёт вот буквально с единиц приобщать себя к молитве Иисусовой. Невозможно! Отче наш, мы не прочтём, улетим в облака. Богородицу не прочтём. Всё, полная рассеянность. Он говорит, невозможно научиться молитве. Если мы не начнём, если не начнём буквально вот, раз, два, три, внимание, всё, дальше улетели. Опять и опять только тот человек, который станет на этот путь, путь, о котором он прямо сказал, нужно начать, начать, необходимо начать учиться молитву. Слышите? Прямо подчёркивает. Я думаю, что если мы не будем говорить об этом людям, мы совершим смертельнейший грех, выше которого, наверное, нет. Потому что тогда, если мы не будем учить людей, как научиться молиться, тогда всё, всё. Никакие православные богослужения и простые, и торжественные нас не спасут. не обрядом мы живы, а молитвы. Поэтому совершенно необходимо вот эти вот вещи. Но это я просто говорю вам, почему? Вот, ну, читая, так, смотришь, обращаешь внимание, исходя из своего духовного опыта, вы как? Как? Ну, как? Слышите? Из своего я духовного опыта говорю, как только начну, отче наш, и уже улетел. Хорош духовный опыт? Хорош, конечно! Вот так! Ну, что же, надо, по-моему, по-моему, это в высшей степени серьёзная вещь, серьёзнее которого нет именно давайте учить людей молиться. Я думаю, хоть у кого-то, у кого-то упадёт на добрую почву и, может, начнёт. Я вам расскажу один случай, факт, достоверный, который на моих глазах происходил и который, может быть, явится иллюстрацией, хорошей иллюстрацией. Игумен Никон, я стою рядом, подходит женщина, крестьянка, со слезами, я, батюшка, одна, там, в деревне живу, мне очень скучно, нет никаких таких подруг, с кем бы я могла проводить время, да и буквально не хочется, и съедает меня тоска, скука и тоска. Батюшка Никон говорит, я тебе скажу способ и объяснил ей, вот начни, вот видишь, можешь запомнить эту молитву? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Или, если всё-таки это тяжеловато долго, хорошо, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пять слов. Можешь запомнить? Могу. Вот постарайся, постарайся, как можно чаще, но с полным вниманием. Но с вниманием. Вот так. Этот разговор был при мне, я с вами делюсь, как свидетель. И вот проходит, я не помню, сколько, следующий год, наверное, возможно, год проходит, ну, примерно, я говорю. Опять вот, можете представить, вот промыс Божий, действительно. Эта же женщина появляется, и к нему же подходит. Но уже как подходит? Она буквально падает на колени и благодарит его. Вы мне такую радость дали! Вы так наполнили мою жизнь! Я теперь просто не знаю, как вас благодарить! Простая крестьянка приняла, приняла! И я позавидовал, да! Вот это да! Я студент Академии, а она простая, необразованная крестьянка, приняла! И вот каков результат был её, её, этой молитвы, которую она стала совершать, совершать постоянно! Я вам скажу просто, это поразительный, такой прекрасный случай! Видимо, вот Бог каждому из нас что-то даёт! Даёт увидеть! Увидеть даёт, чтобы, может быть, у нас совесть заговорит? Вот я говорю, у меня совесть просто заговорила! Кто она? Необразованная крестьянка! Я студент Академии! И она, видите ли, молится, молится! И какая радость! Какой мир! Какое наполнение жизни! Всё! А тут что? Суета вот одна вот такая, и больше ничего! Вот пример! Во! Замечательный пример какой! И, я думаю, это реальный пример! Это не знаете, кто-то такой, чего-то там рассказал или прочее! Это реальный факт, в котором я делюсь с вами! Вот так! Это очень, так сказать, мне кажется, очень важный момент! Я это говорю, ещё раз повторяю, только с одной целью! Может быть, мы начнём учить народ и сказать, не от себя! Игнатий Вринчину пишет, нужно начать учиться, молиться! Не будет молитвы, не будет православия, не будет церкви! И не думайте, что если мы будем себя называть православными, так мы уже православные! Ничего подобного! Дело не в форме, а в содержании как таковом! Ой, ну, вы меня простите, честные отцы, что я говорю вам такие вещи, но поскольку мы уже собрались волею промысла Божьего, собрались, то мы же должны говорить всё-таки о вещах, ну, серьёзных и полезных, а не просто так поговорить, пошутить и рассказать анекдотики! И так мы проводим всё это время вот в таких, в таких, да, в такой суете! Вот так! Ну, хорошо! Хочешь спросить что-то? Да, пожалуйста! Почему вот этот опыт, который вы сейчас рассказали, мало у кого это получается? Многие берутся за Иисусову молитву и вот такого опыта не имеют! Многие берутся за спорт, за бег, за штангу, за борьбу. Многие ли достигают золотых медалей? Многими вещами обусловлен наш успех! Многими вещами! И один из этих моментов, на которые надо обратить внимание, я обращаю внимание, можно начать заняться молитвой Иисуса, я занимаюсь молитвой Иисуса и жду, Господи! Так! как только человек это ради вот такой мысли или с мыслью о каком-то своем успехе или с мыслью угождения Богу, если только он с этой целью делает, то, скорее всего, он ничего не получит, потому что молитва – это есть не что иное, как средство исцеления. Неужели я могу хвастаться, слушайте, врачу, что, знаете, я таблетки принимаю, да? Какой же я хорош, я принимаю таблетки! Ты больной? Да, больной! И что ты? Можешь ты хвастаться перед самим собой, что ты принимаешь таблетки? Да чего же я хорош, что я принимаю таблетки? А очень часто мы, как кажется, становясь на путь, на путь, кажется, исполнения какой-то заповеди, уже мыслим о себе, уже так и молиться можно начать очень в неправильном ключе, в неправильном ключе, и тогда действительно всё будет отвергнуто. Многим, даже оптинские старцы, многим даже таким запрещали заниматься, потому что они начинали, неверно понимая, что молитва – это есть умоление Бога, о чём? О своих страстях, о своих грехах и прочее, так, не ощущая этой своей греховности и покаяния, превращали молитву в заклинание, в мантры. и происходило то, что произошло с этим рассказчиком откровенных рассказов. Вот, когда у него вплоть до того, что там уже видел себя желудок и кишки, и я не знаю, чего только не было. Совершенно книга, да, прямо противоположная тому, о чём пишут святые отцы о молитве Иисусовой. И вот издаётся, издаётся, это прямо беда какая-то. Вот показатель, кстати, значит, ничего не, даже уже нет понимания святоотеческого. Уж кажется, где же лучший наставник молитвы Иисусовой для нас, у нас в России, чем Игнатий Бринчанинов? Господи, ну нет же лучшего, кажется! Нет! Мы будем откровенные рассказы читать. Ещё бы! Там, видите, как здорово! Это очень быстро я уже достиг всего! Буквально несколько недель я уже а что эти святые отцы пишут? Годами! Это не то! Мы народ практичный, нам надо быстрее! Дерево долго растёт, вытащим его, чтобы оно быстрее выросло! Так что причина молитвы Иисусу, чтобы требуется требуется для этого молитва без понуждения себя к жизни по заповедям, без познания себя, конечно, она может превратиться в мёртвое, в нечто мёртвое и даже опасное. Молится правильно тот, кто видит, что он болен. Тот будет, что он болен, а до тех пор, пока я не вижу и не ощущаю, и не переживаю, и не вижу чего? Самых элементарных вещей, что я не могу не завидовать, не могу! Не могу не осуждать, не могу! Не могу не тщеславиться, оказывается! И вы знаете, возьмите любую заповедь и, оказывается, не могу, не могу, не могу! Вот тогда-то, пожалуй, я скажу, Господи, помилуй! Не могу, оказывается! Я думал, какой я хороший! Семён Новый Богослов преподобный так и пишет, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вот оно! Только перед лицом заповеди я могу увидеть, кто я есть на самом деле и что мне нужен Христос. Вот тогда молитва действительно это будет молитвой искренней, покаянной, приводящей к исцелению души. В противном случае можно и молитву извратить, ибо нет такой доброй вещи, которой нельзя было бы испортить. Нет! А у книги откровенные рассказы странников Её любители и почитатели оправдывают себя тем, что якобы её рекомендовали оптинские отцы, если не ошибаюсь, даже сам Амруси оптинский. Скажу вам, нашли в бумагах у отца Амруси, что у него есть просто упоминание или книжка, я не помню что-то, но насчёт одобрения я вот этого нигде не знаю, чтобы он одобрял. Не помню просто этого, но скажу вам так, что иногда некоторые высказывания, хотя даже людей авторитетных, знаете, как происходит? человек что-то услышал и просто сказал «да, кажется, ничего». «Да, кажется, что это может быть хорошее». Вот так. Потому что нет у меня ни малейшего сомнения и думаю, что и вы тоже самое, что Амруси оптинский не читал её. если бы он прочитал, я не сомневаюсь, что он бы, конечно бы, отверг бы эту книгу. Почему? Потому что я вижу, что как он, Амруси оптинский, Амруси оптинский, он ещё, да, он, видимо, ещё не был даже, может быть, знаком, ещё, ну, не мог даже быть знаком с этим не был, с Игнатием Бринчиновым сочинениями. А посмотрите последующее, он в Арсенофии оптинский, например, как отзывается об Игнатии. Преподобный Никон оптинский что говорит? Как они прямо ссылаются о нём, как учителя молитвы, как светоч, буквально. Просто это удивительно, какие о нём отзывы, даже начиная с Макария оптинского. Вот в чём дело. То есть учение, оценки оптинских старцев, учение Игнатия Бринчанинова самые большие, которые можно быть. Кстати, хочу вам сказать, ни о ком вы не найдёте таких восторженных отзывов из, я бы сказал, наставников XIX века, из святых, не найдёте, как об Игнатии Бринчанинови. Это буквально один за другим, один за другим буквально восхваляют его. И последующие тоже. Последующие старцы и святые тоже самое с каким восторгом отзываются о нём. Вот. Поэтому насчёт Амбросия Оптинского я говорю, что очень возможно, скорее всего, он не знал этой книги, но хотел, может быть, может быть, упоминания, может быть, о ней есть, но читать, я уверен, он не читал. Просто я единственное, что могу так ответить. Священник может ли в качестве своего такого идеала, образца, избрать праведную Иоанна Кронштадтского и подражать его на основании дневников его воспоминаний о нём многочисленных? Думаю, что нет. В каком отношении? Его природные свойства Иоанна Кронштадтского резко отличаются от, можно сказать, от большинства людей вообще. Поэтому его внешнее поведение оно не может быть ни как примером. Но зато его отношение к духовной жизни действительно это замечательный пример. В чём? Посмотрите, как он пишет о себе. Вот я разозлился на кого-то там, на кухарку, сразу Господи, прости меня! Позавидовал кому-то. Он прям откровенно пишет же, откровенно пишет Господи, прости меня! И прям это его его дневник заполнен заполнен этими покаянными вещами. Он тут же каялся. Обратите внимание, праведный человек, мы говорим, святой человек. А смотрите страсти возникали? Да. Как он относился к ним. Вот в чём дело-то. Относился он как к ним. Вот это действительно пример. Он не проходил мимо, а позавидовал, сразу обращается к Богу. И помните, какие у него и опять я ощутил пространство в душе своей. ощутил прощение во как молился. Он искренне, он мог молиться просто удивительно, как он искренне молился от всей души. Это просто редкое, это действительно редкое в этом отношении личность и исключительное. Вот этому не только подражать, этому надо просто следовать, поведение. А вот поведение его, да, оно вызывало очень многих недоумений, даже соблазны поведения его, как он с людьми обращался во многих отношениях, как проводил общую исповедь и так далее. Если мы начнём это сейчас проводить, следовать ему, то я боюсь, что мы делаем ошибку. есть хорошее римское изречение «квот лицет Йови нон лицет Бови». Что позволено Юпитеру, то не позволено Бэку. Если мы сразу хотим стать всеми Иоаннами Кронштадтскими, Кронштадтскими, то я боюсь, не ошибёмся ли мы. Йови и Бови всё-таки отличаются между собой. Вот так. Я думаю, что лучше поспокойнее относиться к сути, а не подражать какой-то внешности. Алексей Ильич, вот мы говорим о молитве сосредоточенной, внимательной, когда речь идёт о духовенстве, а как быть тем батюшкам, которые несут послушание, ну, моя это боль, с хором. Ведь ты погружаешься в этот материал, и как тяжело даже на литургии не окунаться время от времени вот в эту музыку и так далее, и так далее, потому что это действительно серьёзно. Для меня это проблема. Для меня проблема. Как вообще среди духовенства научиться быть постоянно погружённым в молитву? Вы задаёте вопрос удивительный. Да разве речь идёт о постоянстве и о совершенстве? Речь о том, что нужно делать для того, чтобы идти к этому состоянию? А вот для того, чтобы идти, отцы прямо говорят, вспомнил и от всей души скажи. Раз, два, три. Вспомнил опять. Они говорят, только постоянство вот в этом направлении, постоянство может действительно дать возможность человеку так, что и даже в суете житейской, в суете даже потому что хор – это действительно суета житейская. Я сам много десятков лет пел и знаю. Это что такое? В хоре не помолишься, сущее искушение. Вот так. Так, только таким путём можно. Не нужно думать о вершинах, нужно думать о сути дела. Ведь когда что-то болит, ну мы же об этом вспоминаем же. Ну правда же? Вот почаще надо вспоминать об этой боли нашей, почаще. И буквально, я говорю, ну от всей души сказать и всё, только от всей души надо говорить, пожалуйста. А не так просто, как иногда, видишь, чатки летят, как это всё. Да. От всей души Господи Иисусе, помилуй меня. Вот. Надо понудить себя, чтобы именно говорить это вот таким образом. Просто как можно чаще. А Бог видит, какие возможности у каждого человека. Он видит. Так что не будем беспокоиться. Но получить результат можно только при одном очень важном условии. Мы никогда не получим этого результата, пока не смиримся. разбойник правый бандит только потому оказался ныне же в раю, что смирился действительно, как кажется, до предела. И все святые только этим оказались на вершине этой святости. Помните Макария Великого, Николи же сотвори их благое пред тобою. Помните Исоя Великого, который умолял ещё Богу дать на покаяние. Помните Пимена Великого, который утверждал, что будет там же, где и сам сатана. Помните всех святых. Мерою смирения только подаётся нам нам вот те плоды Божьи, которые столь необходимы для каждого человека. Мерою смирению. Но закон духовный закон Царство Божие силою берётся. Дело в том, что мы не применяем усилия никакие, потому что ничего не стоит сказать от всей души. Раз, два, всё, и потом, пожалуйста. Потом опять, опять, как можно чаще, вот что надо, как можно просто чаще. Вспомнил? Ещё. Это непрестанная молитва мы не можем, а время от времени мы же можем. Это надо. Вы знаете, что, если мы будем так время от времени, то начинает согреваться душа, сердце. И вот тогда оно начнёт очень здорово помогать, очень здорово помогать, прям как можно чаще. И даже у некоторых бывает даже непрестанная молитва. Уже сердце начинает требовать, требовать, но для этого требуется, для этого необходимо как можно чаще и только от всей души ни в коем случае не языком одним, а стараться и умом, и сердцем. Вот так только, да, другого пути, конечно нет. А я это знаю, это хор есть, хор, да, это сущая беда для человека. Хоры и чтецы привыкли за много лет читать очень быстро. Любым указанием приостановиться или, так сказать, замедлить не работают, поскольку так уже привычка выработана многолетняя. Как их сдержать практически? Что здесь можно предложить? Ну, знаете ли, это уже вы ищите способы. Во-первых, читать чтецов надо учить, а не просто так давать. Учить надо. Я помню, меня, например, учил Игум Никон. Как? А вот, давай, что с апсалами. Нет, у тебя вот тут ошибка. Нет. Здесь вот так. Учить надо читать, а не так просто. Умеешь читать, и уже, пожалуйста, ошибок не делаешь. И начинает, как из пулемёта. Спрашивает, какому Богу интересы вы читаете? Какому Богу? Вот. Надо учить. Но для этого придётся всеми чтецами просто нужно какое-то время заниматься. И, может быть, после, как-то опять, опять. напоминать. Репетицию уже там, может быть, начинает вообще хулиганить, так его на поклон надо поставить. Потому что иногда бывает такое. да. Алексей Ильич, сейчас уходят учебники основы православной культуры в помощь в проведении предмета преподавателям. Вчера после вашего выступления перед горожанами ко мне подошла преподаватель и задала вопрос. О чём мне можно говорить четвероклассникам о западе блаженства? Вот, что бы вы сказали детям, если бы вы пришли в четвёртый класс? Спасибо. Нет, ну, понимаете, вы задали такой большой вопрос. О чём? В западе блаженства есть же, но и почему же их не прокомментировать? Это очень важно, особенно первое самое положение. Это чрезвычайно важное положение, которое открывает буквально открывает понимание православия, блаженно нищие духом. Что это такое? Вот, о чём нужно говорить, но причём детям-то надо говорить. Конечно, так, чтобы, что вы знаете ли, не вызвать у них искажённого восприятия. Но это надо разговаривать с ней или с кем. Но детям, по крайней мере, надо сказать, что если у тебя самомнение, избави Бог от самомнения, избави Бог от тщеславия, от хвостовства, от стремления к лидерству. Вот же такой нищета дух. Ну, каждому уровню своё надо преподнести. Ребёнка надо спасти от чего? Вот, от самомнения. Вот, в чём дело-то. вот об этом надо начинать, надо говорить. Ну, а прочие вещи, они же... То же самое о слезах опять надо сказать. Надо сказать, чтобы поняли, о каких слезах идёт речь. Слёз множество, только одни из них являются спасительными. Только одни. А причин слёз ой! Особенно у женщин. Ой! И вспоминают обиды, и неприятности, и несправедливости, и чего там нет. У них же глаза на мокром месте же, так что они легко могут заплакать. Вот. Так что, видов слёз много, но истинные слёзы только те, которые проистекают из действительно искреннего осознания, осознания того, что я вижу, что в моей душе вот эти страсти не дают покоя, Господи, помоги мне! Но слёзы это даются непросто же, и ни в коем случае нельзя вызывать их каким-то насильственным путём, искусственным путём. В общем, это же, отдельно, это же, ну, как это, надо разговаривать уже с человеком, как это делать. Да я просто говорил, говорил, что обращаю внимание обычно на десять заповедей Моисеевых, я говорю, ну, что же мы занимаемся футляром вместо того, чтобы заняться самим человеком? Так это же никаких тут, никакой заповеди Божьей даже не нужно, не убей! Любой законодатель даже, атеист любой согласен с этим, что нельзя убивать, нельзя грабить, нельзя воровать, что тут нового-то? Да, потому что многие вещи, это же такие, ну, ну, если сказать, скажу, грубятина, о которых совестно даже христианину и говорить. А мы всё это начинаем в воскресных школах в десять заповедей Моисея. Господи, Боже мой! Да, ну, кое-что, ну, правильно, даже, это, так сказать, общечеловеческая мораль. Только и всего. А вот христианство, да, говорит совсем о других вещах, совсем о других. И вот, в частности, от самомнения, вот корень всех зол наших, самомнения. Гордость, которая свела с неба денница, да, эта гордость не даёт и нам общение с Богом, ибо Бог гордым противится. Вот об этих вещах как-то, может быть, поговорить, да. Помощник благочинного по образованию, вот, как батюшка сказал, в четвёртых курсах преподаю со основы православной культуры. Вот, я, поскольку этот вопрос курирую, я встречал, как и положительный момент, когда, вот, учитель горит, он рассказывает, как-то, вот, сам будучи православным, да, а сталкиваешься иногда, когда человек, учитель просто получает диплом о том, что может преподавать основы православной культуры, и переполучаются такие перекосы, например, когда мне приходилось сталкиваться, ребёнок приходит из школы и говорит, а нам, вот, учительница задала вопрос, а какие иконы Божьей Матери соответствуют каким знаком зодиака? То есть, просто волосы встаёт дым от этого, да? Вот, вы говорили, как раз упомянули Карла Маркса с его образованием, в принципе, в детстве-то, именно, получившим это образование. Вот, как вы считаете, может быть, ваше отношение к этому и где какие вот перекосы, на что обратить внимание вот именно вот в этих вещах, как вот всё-таки получается детям всё-таки это преподать что-то, как-то правильно сделать, на что обратить внимание? Получается, говорят об основах православной культуры, можно говорить? А вот то, о чём главном вы говорили, о молитве, говорить как бы нельзя, молитва получается в некоторой степени под запретом. И как вот ваше отношение к этому? А что нельзя, да? — Нельзя. Только о культуре православной говорите. А вот о Боге, о самом молитве Богу, это как бы получается негласно под запретом на основу православной культуры. И получается вот до такой степени перекосы, что иногда волосы дыбом встают. На что, может быть, обратить внимание с теми же учителями, например, когда получается основа православной культуры преподается, употребляя административный ресурс. — Я полагаю, что, конечно, вам нужно встречаться с ними, собирать этих преподавателей. И все те негативные вещи, которые вдруг до вас доходят, до вашего слуха, их разбирать. Другого пути нет. Только можно с ними. Потому что, к сожалению, эти преподаватели основ православной культуры, они же не получают соответствующее образование. Соответствующее образование. То есть, я говорю, православие. Они, к сожалению, большей частью просто очень слабо ориентируются. У меня был случай такой, из ряда вон выходящий, когда вдруг поручили преподавать основу православной культуры учителю физкультуры. Говорят. Он говорит, так я же ничего не знаю, что мне. А ему ответят, ничего, у вас часов не хватает. Вам нужно количество часов. Понимаете, в чём дело? Поэтому здесь нет никакого другого пути, как только время от времени всё-таки вам собирать и, может быть, что называется, проводить с ними беседы. То есть, читать, объяснять кое-что. Вот так. А что же, что больше сделаешь? Только таким образом. А в отношении того, что нельзя, оказывается, говорить о молитве, там и о Боге. Я вспоминаю, я учился в каком-то девятом или в десятом каком-то классе средней школы, и у нас был преподаватель – это советское время, понимаете, когда, советское время, так, атеистическое время. И я помню, был у нас преподаватель, он вёл астрономию. Так он однажды прочитал лекцию по астрономии так, поглядывая, кстати, на меня, он знал, что я верующий, поглядывая и хитренько улыбаясь, что весь класс закричал, «Так что, значит, Бог есть, да?» Он ничего, конечно, не ответил, улыбнулся и всё. Расписал, что из себя представляет Вселенная, какая-то красота, какая закономерность и так далее. Тут искусство уже требуется. Преподаватель – просто так не сделаешь преподавателям. Знаете, пифагорейцы что говорили? Пифагорейцы, Пифагора, который мы все знаем, правда же? Все знаем Пифагора, ну, ничего бы! Чаи с ним гоняли, да. Что говорили? Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь. Вот это да! Вот это да! Факел, который надо зажечь, то есть заинтересовать надо. Что даёт христианство, в частности? Это явление историческое, и поэтому можно уже тему такую. А почему интересы принимали христианство? Что оно обещает человеку, например? И тут можно же интереснейшие вещи рассказать о том, как оно избавляет человека, например, от внутренних страданий хотя бы. Ну, вот, я когда в семинарии встречался, я говорил специально об этом. Это же одна из самых острых тем, как много даёт христианство человеку в случаях, вот, ну, в случаях, в его жизни, в самых скорбных случаях, неприятностях, переживаниях и так далее. Всё, как уже много оно даёт! Понимаете? Вот посмотрите! Вот! Не обязательно ты говоришь, что вот вы должны быть! Нет! А посмотрите, как оно объясняет, и что даёт человеку. Формы! В какой тарелочке подать? В каком блюдечке? Да! Вот! Ну, другого пути нет, если только вам придётся собирать всё-таки иногда педагогов, и все те вот такие случаи, о которых вот часто, если вы сказали, прямо разбирать и сказать, извините, но вы можете, пожалуйста, верить, будьте хоть астрологом, не знаю, кем угодно, но в основах православной культуры это неприемлемо! Неприемлемо! Это никакого отношения к православной культуре не имеет! Придётся! Ну, что делать? Только так! Да! Во многих профессиональных областях привыкание является положительным фактором. Водитель должен привыкнуть управлять автомобилем, музыкант должен к сцене привыкнуть, хирург должен привыкнуть резать. Священник привыкает, деградирует. Вот на эту тему дайте мне рассуждение. Ну, что же я могу об этом сказать? Я ещё ни разу не был священником. Да, представляете? Ещё ни разу не был. Но скажу вам так, что на любом поприще человеческой деятельности мы должны, я говорю, христиане, должны помнить, что истинной пользы, истинным плодом нашей деятельности любая деятельность может иметь истинный плод только при том условии, если она будет совершаться в правильном ключе. Вот как ноты. Ноты. Поставьте басовый ключ – одна музыка, поставьте скрипичный ключ – ноты все те же, те же ноты, без изменений. А музыка другая, правда, да? Другая. Интересно. А ноты те же самые. Так и здесь то же самое. Любое, любое дело мы должны совершать в правильном ключе. А какой же правильный ключ? Только один. Мы знаем – случайностей в нашей жизни нет. Всё, в чём мы находимся, всё, что мы делаем, всё, что с нами случается, совершается по премудрому и любвеобильному промыслу Божию. То, что мне поручается, это мне не митрополит поручил, не директор поручил, не начальник сказал, а сам Бог. Вот если бы мы в этом ключе относились ко всякому делу, совершаемому нами, я думаю, тогда всё пошло бы иначе. Бог поручил. Вот сейчас, патриарх, скажи кому-нибудь, что? Сейчас подскочить. Что же делать, ваше святейство? Не правда ли? Изо всей мочи. А если Папа Римский? Это я уже шучу. Так вот, если мы ко всему будем относиться так, как к тому, что это нам поручено самим Богом, то я думаю, что это в очень большой степени поможет нам правильно относиться и к так называемому привыканию. я не могу перед лицом Бога быть автоматом, а не человеком. Я не могу не читать молитву, обращаться к Богу, а не просто вычитывать, как какие-то мантры, которые мимо сознания. Вот ключ, единственный ключ, при котором только мы действительно можем, можем получить пользу и сами, и те люди, которые к нам обращаются. Всё делать ради Бога. Вот наш ключ. Наш ключ христиан и священника. Всё делать ради Бога, ибо всё, что происходит с нами, происходит по промыслу Божию, а не человеческому. Что, как мы часто думаем, нас тот, тот, другой, третий, десятый, ай-яй-яй, так думают это язычники, атеисты, что кто-то меня поставил, тот назначил, это случилось, ничего подобного. Всё совершается по промыслу Божию. Поэтому делать всё ради Бога. О, всё! Всё! А уж тем более священное служение. Ещё бы! От Бога поручено мне, а не от кого-нибудь. Поэтому с каким страхом и трепетом, если хотите, совершать своё служение. Вот так! Это единственный ключ. Пора вам заняться музыкой, изучать всё такое ключи. Он к отцу Сергия обращается. Он проконсультирует. Алексей Ильич, вот не повредит ли духовному состоянию самого священника в общении с своей паствой, когда он не только учит, рекомендует, наставляет, но и пытается как-то люди подталкивать к чему-то, может быть, даже настаивать? Это не только учительство и попытка увлечь собственным примером правильной жизни, праведной, может быть, даже, а вот именно желание добиться от человека выполнения его каких-то предложенных норм поведения или подчинения церковной дисциплине. А его воля? Подчинить своей воле? Или так? Нет? Да. А подчинить своей воле, да? Вот она правильна, эта воля. Он понимает, что... Ну, совесть его, по крайней мере, не претит. Он понимает, что он прав, но вот возникает такой конфликт как бы вот межличностный. причем как бы человек этот ну вот посомый, он умом понимает, что он не прав, но вот амбиции там или еще что-то там, какие-то сердечные какие-то, может быть, привязанности не позволяют ему принять пожелание священника и выполнить. Вот священник имеет право или нет добиваться? Или это настаивание будет для него... Как право, право что делать? Настаивать на выполнении его слов, чтобы посомый выполнил. Ну, вот, например, женщина увлекла молитва, взятая из светского журнала, который, по сути, является заговором. Но она очень импонирует ее какому-то внутреннему миру и умом она понимает, она согласилась с тем, что да, это неправильно, надо отказаться от ее использования. Вот, священник настаивает. У нее конфликт. Она мне очень нравится, я без нее не могу, я привыкла и так далее. Вот можно продолжать настаивать без вреда для собственного духовного устроения? Я думаю, задача священника только совет. Совет. А дальше уж как хотите. Так святые отцы все решительно заявляют. Если взять хотя бы наших вот святителей Игнатия, святителей Феофана, как они говорят, это же проблема духовничества. Ты же об этом спрашиваешь. Проблема духовничества. Они говорят, что принцип послушания – это уже принцип очень далекого прошлого, который совершался только среди монашествующих. Сейчас его нет и быть не может. сейчас мы можем жить только по принципу совета. Только совета. Объяснить человеку – да, надо. Объяснить. А дальше уже что мы хотим? Выше Бога быть. Бог мог бы взять за шиворот и посадить в рай. Но он почему-то этого не делает. Да. Так что наше со стороны священника мне кажется одно – сказать – да, объяснить – да, должен и обязан, а требовать уже как это мы можем требовать? Я не понимаю даже, как это можно требовать. Как он может мне сказать, Алексей Ильич, не осуждайте, я требую. Я говорю, спасибо, вы требуете. Сам Господь Бог говорит не осуждать, а вы тут требуете. Да. Вот в чём дело-то. Принцип совета, но не принцип беспрекословного послушания. Вот так. Я только дальше я не понимаю. Это, по-моему, само собой разумеется. То есть, может быть, ты спрашиваешь о том, что освященник, тем не менее, что, грозит чем-то, угрожает, если нет? Иногда надо человеку просто вот какой-то импульс небольшой, чтобы он последовал, ну, не знаю, там, дисциплине церкви. Буквально немного. Не требует подчинения, может, даже себе. Ну, и у человека не хватает воли, что ли, вот, согласиться с доводами, собственно, даже уже разума, когда он принял позицию священника. Может, какой-то там, не знаю, в третий этнерич, какой-то импульс внешний. Ну, в общем, я считаю, что никакого тут, никаких насилий тут быть не может. Сказать – да, раз сказать, два сказать. Святые отцы говорят так именно – раз, два, не знаю насчёт третьего, уже даже не знаю. Вот так. И всё. А сказать должно и обязано, а требовать – ну, что бы. Это только на воротах Соловки там было написано «Силой загоня вас Царство Божие небесное». Вот так. На воротах там. Вот там было написано «Силой загоним». Так и здесь, что мы силой хотим загнать, чтобы она не читала эту молитву, да? Ну, как это? Сказать – вы очень много себя повредите, поскольку в этой молитве что-то найдёте, да, что-то, например, это я говорю, сказать – видите, какие вещи? Это хорошо. Вы уходите от православия, вы вредите себе, ну, а это ж насильно мил не будешь. Нет, ну, приказывать нельзя, просто приказывать. Ну, нельзя приказывать. Это нехорошо. Просто нельзя это делать. Вы знаете, что преподобный Сергий говорил Радонежский? Желание сана есть начало и корень властолюбия. Да избавит Бог нас от этого! Ну, конечно, мне целуют ручку, а папе римскому – ножку. Как же здесь не взорваться на этом деле? Начало и корень властолюбия. О, как! Даже! И это надо понять, когда волей промысла Божией всё-таки мы становимся тем или другим, да избавит Бог властвовать над кем-либо. Да избавит Бог. Если бы можно было властвовать, Христос бы это сделал. Сергей Сергеевич, сегодняшний день благодарю вас. Вы недоумевали о том, на какие темы вы беседовали с духовенством. Вот нашлись и темы, нашлись и вопросы. Я думаю, что слава Богу и общение произошло. И следующий день благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok